Двухлетний судебный марафон по делу об убийстве запорожского бизнесмена Олега Яценко вышел на финишную прямую. После нескольких судебно-психиатрических экспертиз суд определил, по какой статье судить обвиняемого Владимира Усманова. Еще недавно убийца бизнесмена Олега Яценко рассчитывал на более мягкий приговор в соответствии с 116 статьей Уголовного кодекса. Это умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения. Однако многочисленные судебно-психиатрические экспертизы показали, что в момент совершения преступления Усманов мог отдавать отчет своим действиям, а значит ни о каком временном помешательстве речь не идет. А это уже статья номер 115. Впрочем, сам подсудимый уверяет, если бы он планировал убивать Яценко, он действовал бы куда более хладнокровно. Если бы я хотел убить, я бы стрелял на таком расстоянии в голову или в сердце бы стрелял. Я бы там где-нибудь на дереве сел и утречком бы его снял, если бы я хотел его убить. Адвокаты подсудимого, впрочем, как и адвокат потерпевшей стороны, были в этот день немногословны. Судья Николай Галенчук и вовсе предложил приступать к финальной фазе судебного процесса. Судебное следствие объявляется законченным. Суд переходит к приняв сторон. Стороны готовы к приняв. Прокурор и адвокат потерпевшей к принявам были готовы. Адвокат Усманова Смоляров попросил взять недельную паузу. Несмотря на очередную отсрочку финиша, можно предположить, что окончательный вердикт по этому делу уже не за горами.